И знаете, какая, вот оттуда, если смотреть, да, с того мира, как бы, с более реального мира, смотреть на этот мир, знаете, что в этом мире очень, ну, как бы, хорошее? Ну, мне показалось самое хорошее. Мне это показалось самое удивительное, вот в этой реальности. The most amazing thing in this reality, you know, what seemed, what was it? Вы не поверите. You will not believe. Время. It was time. Я просто буду удивлен, я еще не думал никогда, что есть, вот, понятие вечности, но попадая в вечности, ты сразу мыслишь совсем по-другому, как будто это нормальное состояние твое. I was just stunned with the position of time, because in this time you are limited, in this world you are limited with time, but when you get to eternity, time considerss to be like pretty funny things, something like, something strange. Вот это любование, что есть время, оно очень красиво, оно, оно, как художник, меня впечатлило очень сильно. Это творение Бога, оно очень хорошее, творение Бога. Вот, ну ладно, не буду вас... Может, еще что-то вопросы, может, какие-то есть боли такие, касающиеся этой реальности? Потому что, я говорю, что в той реальности, вот, говорю, вот, померешь, сразу поймешь, моментально, сразу сообразишь. Тем более у вас есть преимущества, вы о Боге уже много знаете информации, по крайней мере. Вы так не позоритесь тем, что, значит, что вы о Боге ничего не знали, что вы будете готовы морально к этому. У вас не будет такого стресса, как у меня. Такой сильнейший стресс был, значит, понимаете, я не знал, что вообще, что есть что-то вообще за порогом этой жизни, вообще, даже ноль. Я не имел даже голливудских таких извращенных пониманий о какой-то жизни, там. У нас не было в Советском Союзе такого даже вообще, абсолютно. So the thing is, like, you will not feel so that shameful, because you know about God, I mean, like, you know a lot about God, because for me it was totally another experience, even in the Hollywood film, I couldn't understand such kind of measurement or reality, but you have some imagination of God, it will be easier for you, this is your privilege. Но, друзья... Но, друзья... Ваша миссия... Как вообще миссия христианства вообще в целом? Явить людям его любовь, Божью любовь. Не религию, не традицию, не протестантскую, не православную, никакую еще любовь. Любовь Божья. Но это любовь. Еще вопросы какие есть? Да. Да. Спасибо. Я, конечно, все-таки об этом небеса хочу сказать. А, правда, ладно. О Боге. Я даже надо выразить, как вы видели или чувствовали о Спасственной Духовцевом, как Троицей. Я даже не знала о Боге не знала, не то, что Троицей. Знаете, я у себя в церкви обычно говорю так, я не знаю, не хочу вас смущать, как теологически смущать вас. Но я точно знаю, немного вас подготовлю. Не сильно управляйтесь в теологию. Вас ждут очень многие разочарования. Большой стресс ждет. Знаете, люди спорят порой, уже два тысячи лет спорят. Бог Троица или Двоица или Единица или вообще множество. Бог есть любовь. И Он один. Но не просто един. Опять, вынужден теологию. Жмай, Исраэль, Адонай, Элогейнам, Адонай, Эхад. Эхад значит не просто единый, а единый, как многообразный, и все во всем, и Он во всем, и мы в нем. Эхад. Даже когда к мужу и жене говорят... О, извиняюсь. А библейское слово Эхад, оно употребляется по отношению к Всевышнему и по отношению к человеку. А по отношению к человеку как употребляется? Кто знает? По отношению к мужу и жене. Не единый. Не единый. Не единый. Не единый. Да. И будут двое одной плотью. То есть по отношению к Всевышнему Богу употребляется Эхад. И по отношению к семье. Представляете? О том, что Бог Троица я узнал гораздо позже. Уже через некоторые годы в Библии уже узнал это. Потом в церковной православной традиции об этом узнал я. Но я одно скажу, что Бог намного больше, чем все наши представления о Нем. Вамы любите. Потому что это любовь. Не человеческий мозг, не ангельский мозг, ум не в состоянии уразуметь Бога. Но все его творение может познавать Его. И люди, и ангелы, и животный мир, и растительный мир. Все может познавать Творца. Любовь. Это все творение понимает это. Любовь понимает растения. Любовь понимает животные, птицы. А, птицы, животные понимают? А на Ипатии человеческий род. И поэтому именно вот как раз любовь мы и прознаем его. Греко-римская теология, представление, система ценностей. Она изначально ставит начальное понимание, потом любовь. Иудейская, библейская, еврейская теология как бы. Иудейская, библейская система. Она обратная. Мы даже пишем, что он берет. И она изначально ставит любовь, а потом уже понимание. И только лишь через любовь ты имеешь понимание. Никак иначе. Я вам даже по секрету скажу. По секрету всему свету. Что даже в старой еврейской традиции. Многие евреи будут сейчас недовольны, правда. Братья извиняюсь. Иудейские теории будут сомневаться. Иудейские теории будут сомневаться. Я извиняюсь, ребята. Есть тоже понимание Троицы. Иудейские теории. Вы будете шокированы. Но это не выносилось никогда, как в христианстве, на знамена, на публику. Никогда. Потому что и Шамай старший, и другие цадики, и другие учителя древности. Они понимали, что 99% и 9%, то есть почти 100% евреев не в состоянии этого уразумевать вообще. Учителя Израиля говорили, что это лишь единицы могут постичь эту тайну. И то очень ограничено. Единицы. Самые влюбленные. На иврите звучит этот стих из песни песни. Они, то есть я, да? Они. Скажи они. Это значит я. Вот пощупай себе. Скажи они. Они. Ле-до-ди. 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 Ли. Ли. Буквально я в моем возлюбленном. Я в нем. Я ему всецело принадлежу. Без остатка. А он мне. Он во мне. It means I am my love. I am in my beloved. I am inside of my beloved. I belong to him completely, and he belongs to me completely. I am in him, he is in me. И буквально это означает. Это вот это ле-до-ди, ве-до-ди. Ле-до-ди, ве-до-ди. Оно в иврите еще обозначает. Как это сказать правильное? Как это сказать правильное? Экстаз. Обоих супругов. Одновременно. И полное удовлетворение. Дух, душа и тело. Единение супругов. Полное их соитие. Он в ней, она в нем. Дух, душа и тело. Мы превратились в одно. И древние мудрецы говорили еврейски, что это лишь слабое подобие нашего единения с Творцом. И что он творец намного больше. Мой возлюбленный прекрасен. Мой возлюбленный прекрасен. Крадше тысячи других. Он лучше, чем тысячи других. Он лучше, чем тысячи других. Вид его подобен кедру. На подножьях золотых. Он лежит на голодном перестале. Вот он идет. Вот он идет. Господь глядет. Мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный стучится. Отвори, сестра моя. Время пения настало. Голубица чистая. Голубица чистая. Ты самый красивый и чистый. Аллилуйя. 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 Тысяча лет назад. Около тысячи лет назад. В Украине. По христианской. Христианской. Чуть больше тысячи лет. Примерно. Будучи в таком упадническом состоянии. Православие пришло уже сюда очень с большими проблемами. Разбавленная греко-римской философией. Многобожьим и идолопоклонством. Разбавленная религиозным оккультизмом. Как обезжиренные сливки, не знаю. Или как не соленая соль уже пришла сюда. Какое-то из вращения. Процент был христианством, но чрезвычайно низкий. К сожалению, да. И плюс еще и здесь оно смешалось уже в Украине, на Руси уже смешалось еще с местным язычеством еще. И, по-моему, оно смешалось с локальным паганизмом. Поэтому получился такой микс. Это было очень большой микс. Православие чрезвычайно также антисемитским является. Очень сильно. Очень сильно. Протиеврейский, правильно? Да. Протиеврейский, да. Хотя даже и немало священников православных евреев. Ну, мы видим из Библии и из истории, что очень многие антисемиты, сами евреи, самые злостные антисемиты, как правило. Но мы видим из истории, и из жизни, что люди, которые самые антисемитические и самые кролицы в этой позиции, как правило, что они южи. На занятиях я буду говорить об этом. Я буду говорить об этом во время учреждения. Да. Я очень Богу благодарен за вас, за всех. Любите Господа. Любите окружающих. Будьте миссионерами своего сердца. И миссионерами всех окружающих. Исцеляйте больных. Не стесняйтесь. Не удерживайтесь. Если побуждение чувствуете, возлагайте руки, молитесь и исцеляйте больных. Не стесняйтесь. Если вы видите, что есть люди, которые сидят, просто положите свои руки, проживайте их. В этом Бог прославляется очень сильно. Особенно, если будете проповедовать в мусульманской среде. В иудейской, еврейской среде. Я много проповедую и в еврейской среде, и в мусульманской среде. И очень часто никакая теология, никакие убеждения не действуют на это. На религиозных, на грамотах. Но когда молюсь, или человек исцеляется. Но когда я молился, что человек исцелел из хилд. За какого? Я молилась за чеченца. Он был очень ваххабит, очень ортодоксальный мусульманин. За какого? Чеченца. Я молилась за чеченцем. Чеченцем, знаешь? Чеченцем. Он был как? Он был ортодоксальный мусульманин. И он не хотел слушать меня даже. Но я видел, он презирал христиан. Меня лишь терпел, потому что я, ну, в рясе с крестом, как бы священнослужитель. Трудно разговаривать с человеком, у которого рядом автоматы, который открывает огонь на поражение без предупреждения, и притом, значит, он будет прав на своей территории. Но я вижу, что у него кожа поврежденная. И вот почувствовал сострадание такое вот. И на шее мне тоже кожа поврежденная. А я спросил, что за проблема у вас? Ну, он сказал, что это экзема, как это, еще кожная болезнь страшная, короче. Не заживает кожу у него очень долго. Говорю, а можно помолюсь за вас? Говорю, я исцелю вас. Потому что я молюсь. И Бог, он совершает чудо. Вот, и он согласился, хотя очень осторожно. Его кожа очистилась. Остались рубчики. Он был шокирован. И он слушал потом. Когда мы расставались, он меня обнял. Назвал братом. Понимаете, я говорил, что Исама Сих, это не только пророк, он мой учитель. Мой Господь и Спаситель. Иисус Христос, Иисус Христос, Иисус Христос. Иисус Христос, иисус Христос, иисус Христос, иисус Христос. Теологически к нему нельзя было подойти никак. Беологически, это не возможно, к нему подходить к нему. А вот такие методики Христово действуют. Но методы Христа, они действительно работают. Да. Спасибо. Спасибо. Есть ли какие-то объявления? Есть ли какие-то предложения? Есть ли какие-то предложения? Да. Кто не отдал свои журналы, домашние, пожалуйста, не забудьте. Журналы, фон-краски. Два часа возвращайтесь. И мы поставим кое-что в 2.00. Спасибо. Есть коорд-манды. Есть коорд-манды? Да. Спасибо огромное. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя.